Локи всегда был мастером обольщения и убеждения, и он решил использовать свои таланты, чтобы завоевать сердце Джейм Фостер. Он знал, что она была влюблена в Тора, но он был уверен, что может превзойти его и стать ее избранником. Первые несколько дней Локи просто наблюдал за Джейм, изучая ее привычки и интересы. Он узнал, что она любит звезды и космос, поэтому он пригласил ее на ночную прогулку по Асгарду, чтобы показать ей светящиеся планеты и галактики. Джейм была в восторге, и Локи заметил, что ее глаза светятся ярче, когда она говорит о космосе. На следующий день Локи пригласил Джейм на обед в роскошный залив. Он устроил ей настоящий банкет с лучшими блюдами Асгарда и винами. Джейм была впечатлена, но Локи заметил, что она все еще думает о Торе. Он решил, что ему нужно что-то более личное, чтобы покорить ее сердце. В течение следующих нескольких дней Локи устраивал для Джейм маленькие приключения, такие как поездка на коне по зеленым лугам Асгарда или прогулка по лесу, где они нашли маленький водопад. Локи был очень внимательным и заботливым, и Джейм постепенно начала открываться ему. На седьмой день Локи пригласил Джейм на бал. Он был одет в свою лучшую одежду, и она была восхитительна. Локи провел ее по танцполу, и они танцевали вместе под музыку. Джейм чувствовала себя как принцесса, и Локи заметил, что она улыбается и смотрит на него с восхищением. На девятый день Локи решил признаться в своих чувствах. Он пригласил Джейм на прогулку по звездам и сказал ей, что он любит ее. Джейм была поражена, но она также понимала, что она тоже любит его. Они поцеловались под звездами, и Локи знал, что он покорил ее сердце. На десятый день Локи и Джейм были неразлучны. Они гуляли по Асгарду, держась за руки, и смотрели на красоты мира. Тор наблюдал за ними, но он не мог не заметить, что Джейм счастлива с Локи. Он решил не мешать им и отошел в сторону. Так Локи завоевал сердце Джейм Фостер, используя только свои таланты обольщения и убеждения. Он понимал, что она любила Тора, но он был уверен, что может победить его и стать ее избранником. И он был прав.